МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем тем, кто любит кино. Как всегда, в это время вас приветствует программа о кино-про-фильм, и я, ее ведущая, Лена Вселенная. Кино, как известно, является важнейшим из искусств. Оно настолько прочно влилось в нашу жизнь, что герои и их киноистории становятся частью истории каждого из нас. Кто станет героем сегодняшнего выпуска, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня. Александр Невский представил свой новый проект в Астане. Актеры, занятые в криминальном боевике «Черная роза» и казахстанский фильм, заслуживший внимания российского актера. А героем нашего сегодняшнего выпуска, как вы уже, наверное, догадались, станет Александр Невский, который на днях приехал с визитом в Астану, чтобы презентовать свой новый фильм. В эксклюзивной беседе с моей коллегой Диной Тазбулатовой он рассказал о том, как же создавалась картина «Черная роза». Здравствуйте, Александр. Мы очень рады видеть вас здесь, в Казахстане, в Астане, на примере вашего фильма «Черная роза». Расскажите, пожалуйста, нам об истории создания этого фильма и о чем сам фильм. Здравствуйте, Дина. Мне очень приятно быть здесь у вас в гостях. И хочу вам сказать, что, во-первых, это мой самый первый визит в Казахстан. Сегодняшний день, мой самый первый день в Казахстане, самый первый день в Астане. Очень мне здесь у вас нравится. Проект «Черная роза», идея этого проекта зародилась у меня в моей, так сказать, голове, как сиквел картины «Московская жара». Потому что фильм «Московская жара» был первым моим большим проектом, где он выступал как актер и как продюсер. Фильм был успешен и в российском прокате, и в международном прокате. Фильм «Московская жара» вышел на большие экраны в 2004 году. Кассовые сборы этого фильма уже составили 30 миллионов 576 тысяч 200 рублей, что примерно равняется 1 миллиону 100 тысячам долларов США. По оценкам профессионалов, это отличный результат для картины, которая прокатывалась в 95 кинотеатрах. «Московская жара» продержалась в десятке лидеров российского кинопроката целых 4 недели подряд. История об офицере «Московского головного розыска», который летит в командировку в Лос-Анджелес, чтобы расследовать убийство русских девушек, она меня не покидала. И поэтому в 2012 году, когда я понял, что мой проект «Подвиги Геракла» нужно заморозить, чтобы не конкурировать с двумя Гераклами, которые уже запускались компанией «Миллениума» и «Юниверсал», я чувствую, что пора вернуться именно к той картине, к «Чёрной розе». «Чёрная роза» расскажет историю о новом Джеке-потрошителе, за которым гоняется вся полиция. Невские в ленте «Чёрная роза» исполнит главную роль офицера российской полиции. В 2013 году был создан сценарий Джорджем Сандерсом, Брэндом Хаффом и Шелдоном Летичем, легендарным корифеем этого жанра, который делал любимейшие мои фильмы. На счету Шелдона Летича такие фильмы, как «Сама Волка», «Двойной удар», «Кровавый спорт», «Легионер» и много других. У меня был профессиональный продюсер Шелдон Летич, у меня был профессиональный оператор Руди Харбон, работающий на многих голливудских продакшенах. У меня были классные партнеры по съёмочной площадке. Я, как продюсер, дал себе шанс как режиссёру. Это мой режиссёрский дебют. А как продюсер-режиссёр я дал себе 100 шансов на главную роль. Поэтому я получал удовольствие от процесса. Единственное, конечно, не понимал, насколько всё это будет тяжело совмещать. Но надеюсь, что получилось. Расскажите, пожалуйста, как проходил кастинг и по каким критериям подбирались все или иные актёры? Видите ли, на моих проектах всегда работают профессиональные кастинг-директора. Я давно сотрудничаю с легендарным глюзским кастинг-директором Джои Тодд. В фильмографии Джои Тодд такие картины, как «Однажды в Америке», «Сеть» и «Охотники за привидениями». Именно Джои помогала мне выбирать тех актёров, которые максимально подходили бы к тем образом, которые создали сценаристы. Ну, конечно, как продюсер, режиссёр, исполнял главные роли, я не мог отказать себе в том, чтобы тоже вносить какие-то идеи. Поэтому мне очень хотелось поработать с Кристаной Локеном. Она одна из любимейших моих актрис. Кристан начала свою актёрскую карьеру в 1994 году. Самая известная её работа – это роль киборга Т-Х в фильме «Терминатор 3. Восстание машин». Я считаю, что она демонстрирует не только актёрское мастерство, но и вот эту самую силу, силу, внутреннюю силу, которую девушки хотят видеть в героинях на экране. Эдриан Пол – очень хороший мой друг, который же работал со мной на московской жаре. Эдриан Пол – горец Дункан Маклауд из знаменитой телеэпопеи о жизни бессмертных. Я обожаю его работу в «Горце», причём не только в сериале, но и в двух кинофильмах, в которых он снялся. «Горец. Конец игры» и «Горец. Источник». Мне повезло в том плане, что кастинг-идеи, которые выдвигали профессионалы, работающие в проекте, в принципе, совпали практически стопроцентно с теми кастинг-идеями, которые были в моей режиссёрской, продюсерской, актёрской голове. Александр, в вашем фильме снимались как российские актёры, так и американские. Расскажите, пожалуйста, как они взаимодействовали на площадке между собой и были ли какие-нибудь проблемы? Вы знаете, «Чёрная роза» – уже десятый глюзкий проект, в котором я принимаю участие, либо как актёр, либо как продюсер. Это первый проект, который я делаю как режиссёр, но уже десятый вовсе сложный. Я ни разу не видел каких-то сложностей между актёрами американскими и российскими, потому что на всех моих фильмах участвовали и российские глюзкие актёры. Примерно в той же «Московской жаре» участвовал Эдрин Пол, и Майкл Йорк, и Джоанна Пакула, но также участвовал Александр Белявский, и Маша Голубкина, и Серёжа Горобченко. И все находили общий язык. На картине «Охотники за сокровищами» участвовал Дэвид Керрадайн, и Шерри Линфэн, и Стивен Брэнд, но также участвовал Альберт Философ, один из любимейших моих актёров, участвовал Макс Покровский. Картина «Охотники за сокровищами» вышла на большие экраны в 2008 году. Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов. Я считаю, что если актёр хороший и талантливый, у неё не будет проблем со своими партнёрами по съёмочной площадке. То есть это будет как оркестр. Скажите, пожалуйста, чего вы ждёте от казахстанского проката? Мне, конечно, хотелось бы, чтобы фильм здесь был успешен, в том числе и в бокс-офисе, конечно. Я продюсер и очень в этом заинтересован. Поэтому я бесспорно жду, конечно, что фильм понравится. И надеюсь, что фильм понравится вашим зрителям. И они придут и сделают мой фильм номер один в бокс-офисе Казахстана. Но даже если этого не произойдёт, я переполнен позитивом от этой поездки. И я хочу приехать к вам снова. И я обязательно приеду. В таком случае у меня вопрос. Будет ли продолжение фильма? Этот вопрос полностью вытекает из предыдущего. Если он будет так же успешен, будет иметь смысл сделать продолжение «Чёрной розы». Но я хочу вам сказать, что если я решу делать сиквел, я действительно подумаю о том, чтобы Влад Казатов, что следующую командировку, он приехал, ну, понятно, не в Лос-Анджелес, и, может быть, даже не в Германию, и не в Китай, а, может, он приехал в Казахстан. Приехал в Казахстан и поработал с какой-нибудь очаровательной вашей полицейской, которая, может быть, вместе с ним искала бы каких-то плохих парней здесь. Вот, поэтому, если это получится, я буду очень рад. Александр, расскажите, пожалуйста, что вам известно о казахстанском кинематографе, и что вы о нём думаете? Вы знаете, я вхожу в киноакадемию «Халют Форен Пресс», я голосую «Золотой глобус». И я помню, я помню, несколько лет назад, когда всеми силами я продвигал и голосовал за фильм «Намат» «Кочевник». Фильм, который был сделан, я знаю, при поддержке, лично при поддержке президента Назарбаева. «Кочевник» – совместный казахско-французский фильм 2005 года. Картина основана на второй книге из трилогии «Кочевники» Ильяса Ессенберлина. Я считаю, что этот фильм был прекрасной визитной карточкой Казахстана, и он настолько красиво был снят, и настолько красивы были девушки в этом фильме. Людские актёры, участвующие в этом фильме, включая моего друга Марка Дакаскаса, прекрасно справились со своими работами. И, кстати говоря, фильм был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую музыку. Итальянец, хороший итальянский композитор писал музыку для картины. Это тоже был международный проект, созданный на территории Казахстана и раскручивающий Казахстан на весь мир. Поэтому я знаю этот фильм, я знаю, что молодое поколение ваших продюсеров и актёров пытаются делать международное кино, и они большие молодцы. И могу только надеяться, что в один прекрасный день, может быть, мы сделаем ко-продакшн, мы сделаем фильм, который будет раскручивать и Казахстан, и Россию на весь мир. Александр, большое вам спасибо за встречу. Я желаю вам удачи в нашем прокате, и надеюсь, мы ещё не раз с вами увидимся. Я Александр Невский, специально для программы «Профильм» на телеканале 24KZ. На этом наш очередной выпуск подошёл к концу. В эфире была передача «Профильм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова